Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетом или же Александр, и сегодня мы вместе с вами продолжим развивать наших легионеров и легион в игре под названием Warlord Британия. Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. А еще, друзья, я наконец-таки до конца понял, как увеличивать размеры нашего легиона, как повышать наших легионеров, и оказывается, я был в принципе близок к правде, каждый легионер перед повышением на какую-то должность должен провести в легионе какое-то определенное время, допустим, 2, 3, 10 дней, ну в зависимости от того, какую должность мы ему хотим дать. И это логично, ведь нельзя взять какого-то салагу, зеленого новобранца, бомжа, грубо говоря, и сделать его Центурионом, так это не работает. В общем, друзья, у нас уже есть один Центурион, есть вторая Центурия, но чтобы получить третью, нам понадобится больше времени. И тут встает такая дилемма, типа, ну, с одной стороны, боец должен пробыть какое-то время в легионе, не умирая, и только после этого получится его повысить. Но для того, чтобы развиваться, нам нужны деньги и новые завоевания, и тогда мы рискуем потерять легионеров. Короче, все это довольно странно. А еще у нас тут несколько чуваков застряло, да, и я все никак не мог понять, куда же они делись. Похоже, это здание придется ликвидировать, потому что это никуда не годится, ребята, вы все должны ходить со мной. И давайте посмотрим... Ну, да, у нас есть сейчас много людей, но это, к сожалению, максимум. Хотелось бы еще больше. И, друзья, я принял решение, наверное, мы сейчас с вами отправимся на новые завоевания, только вот я не знаю куда. Нападать на город под названием Инвернимур? Я все не могу его выговорить, уж извините. Либо пойти побоевать в маленьких деревушках? Наверное, я так и сделаю. Оп, смотрите, несколько легионеров забрались на башню. Забавно! Так, но сперва, блин, надо убедиться, что на нас никто не нападет. Давайте-ка я быстренько пробегусь по окрестностям. Терять этот форт вообще никакого желания нет. Ну, музыка хоть и играет грозная, но пока на нас вроде как никто не это не нападает. Там какие-то движухи в Ливенбурге происходят. Но на наши деревушки пока никто не посягает. Что ж, ладно, пойдем, друзья, завоевывать, захватывать полным составом. Никого на защите я не оставил. Если что, можно будет лагерь отстроить заново. Нам сейчас главное это опыт и деньги. Ну, хотя, как сказать, опыт. Время пребывания в легионе. Бойцы, не отставайте. Вы выглядите просто офигенно на параде. Две шикарные центурии. Не полностью укомплектованные. И опять же, для того, чтобы создать новую центурию, нам нужен еще один центурион. Вот. А для того, чтобы его повысить, должно пройти там 5 или 6 дней еще. В общем, придется терпеть и ждать. Иначе можно было бы прям в самом начале игры нафигачить себе 10 тысяч центурий и сразу всех поработить. Это было бы немного несчестно, правда ведь? Так, посматриваю аккуратно на карту. Вроде бы ничего страшного нет. Надо будет еще вот в этот город, Киркомор, туда сбегать. Там тоже побоевать. Там кого-нибудь захватить. И, наверное, после того, как мы захватим тут все деревушки в окрестностях, думаю, можно будет где-нибудь вот тут в центре организовать новую базу, чтобы было быстрее. Добегать можно до других поселений, до других городов. И, конечно, главная цель – это Ивенмуру. Очень хочется его захватить. Город реально большой. Представьте только, сколько там будет рабов и сколько даний и налогов они смогут нам платить, если мы их сможем покорить. Но когда я увидел в прошлый раз их войско, мне стало самому страшно. Мне самому стало страшно. А что, куда я? Я-то не туда бегу вообще. Я вообще не туда бежал. Я бежал в другой город. Рейд! На нас нападают! Черт возьми, мужики! На наш лагерь хотят напасть. Так, мы должны их перехватить. Жесть, мужики! Чего-то мы раньше времени, наверное, оттетовались. Отступили! Прямо опять! Под дождем! Гром и молнии! Эпическая атмосфера! Ребята, ребята, ребята! Легионеры, римляне! Все за мной! Если мы сейчас дадим слабину, если наш лагерь разворуют и уничтожат этот лагерь, мы просто позоримся в глазах варваров. Они перестанут нас бояться, хотя они и сейчас-то особо нас не боятся. Но они не будут нас бояться вообще никогда. Они будут знать, что можно вот так прийти легко и плюнуть нам в лицо. Вон, кстати, этот отряд вражеский. Он большой! Черт возьми, он реально огромный! Ребята, я тут один совсем остался. Их много. И они явно настроены серьезно. Бросаются копьями, какими-то палками. Пожалуйста, ребятки! Давайте-ка сюда, пожалуйста, поближе. Вперед! 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 За Рим! Я тоже... Офигеть! Вот это отряд! Вот это рубилова будет! Получи! 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 Ах, попал! Все равно попал. Хоть немного кривовато. Из меня вся кровь сейчас вытечет. На! На! Ребята, деремся! Вот это, блин, побоище настоящее! Жесточайшее! Жесть! А если кого-то из наших бойцов мы потеряем? Я прямо этого не переживу. Это будет очень грустно. Рубаемся по полной программе. Подхожу сзади, помогаю нашим бойцам. Без моей помощи мы бы точно не справились, я думаю. Потому что на моем счету уже довольно много варварских отродий. Давай! Рубаем их! Рубаем одного за другим! Во славу империи! Жесть! Меня сейчас самого порубят на салат. Ах, красиво голова отлетела. Куда собрался? Лежать! Ты туда же куда собрался? Смотрите, тело стоит прямо без головы. Выглядит как живой, только не живой. А что ты думаешь? Копьем меня тыкать? Ес! Сам его затыкал. Еще один, хорошо. Я зарублю тебя, мужик, я зарублю тебя. Отлично! Ты че встал тут? Давай! Надеюсь, они отступят. Значит, отступать они не спешат. Мы потеряли почти всех легионеров! Нас просто уничтожили! Ребята! Ребята, за мной! Ребята, нам надо отступать! Центурион все еще жив! Не всех потеряли! Возвращаемся в крепость! Бойцы! Срочно отступаем! Срочно отступаем! Нам нужны новобранцы! Кто бы мог подумать, что такое... Жесть! Они на нас нападают! Я думал, у нас есть шансы, а шансов-то не было на самом деле. Так, можно нанять сколько-то бойцов. 21 боец! Так, они, конечно, будут бомжеватого вида. Стоп! Дисбант! Все за мной! Все сюда! Ребята, будем сдерживаться! Мне бы как-то пополнить запас стрел и пилумов, но я не знаю, как это сделать. Сделать это нельзя самому. Оно автоматически через время произойдет. Они ворвались к нам! Вперед! Они уже тут внутри! А? Я не могу новых бойцов нанять, потому что нет офицеров. Офицеры пали в бою! Жестяк! Офицеры в бою пали! Деньги есть, а нанять новых бойцов не можем. По возможности нанимаем новых. Деньги все закончились. Это какие-то нифига не простые варвары, а какие-то совсем уж дикие. Какие-то берсерки! В самом деле! А! Нет! Не-не-не-не-не! Так, ладно. Стоять! Куда собрался стоять? Так, я хочу хотя бы еще одного! На! Мы пали! Друзья, мы пали! Нас просто уничтожили! Вот это, блин, войско варваров дикое! Но я не знаю. Я не знаю. Это фиаско, мужики! Дамы, господа! Это фиаско! И просто посмотрите. Все усеяно бедными римлянами. Предлагаю, друзья, сейчас загрузить сохранение. Откуда я начинал стартовал? И предлагаю пока не ссуваться никуда в бой, потому что... Я не знаю. Нам нужно будет продумать как-то оборону. Может быть, закрыть проходы? Короче, в любом случае, я сейчас погибну. Возвращаюсь-ка я в меню. И думаю, как этого избежать. Ну, мы проиграли по фару. Фары могут собрать настолько колоссальное войско. И настолько жестко давить нас. Нам бы еще одну... Резал. Но... Но что-то как-то не задалось. Так, нас 39. Больше легионеров нанять мы не сможем. Я не знаю. Нам нужно как-то обороняться. Если они сейчас пойдут в атаку, это будет конец. Хотя, с другой стороны... Может быть, имеет смысл наоборот оставить этот лагерь. И побежать, например, в Киркомор. Захватить его по-быстрому. И там разбить новый. При этом мы не потеряем легион. И как бы... Ну, все будет хорошо. Да, лишимся небольшого количества древесины. Но, тем не менее, мы выживем. И сдюжим. Пожалуй, так и поступим. Так, мужики. Нам нужно оставить этот лагерь. Это тактическое отступление. Все к оружию. Это тактическое отступление. И если варвары придут, нам не сдобровать. Даже учитывая, что мы будем драться тут. Особых преимуществ нам эта территория не дает. Поэтому нам придется, придется действовать. Варвары не знают, что знаем мы. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Вы это, не отчаивайтесь. Здесь римляне. Мы обязательно отомстим им еще. Мы обязательно им отомстим. Но жертвовать своими бойцами, своими людьми ради чего? Я не знаю. Ради просто клочка земли я не собираюсь. Люди важнее. Идем в бой, римляне. Так, главное бежать в правильном направлении. Тут у нас как раз есть деревушка. Тут будет недалеко до Инверфарма. Может быть в Долбрег наведуемся. Хотя мне кажется, Долбрег будет тоже как Ливернмур по размерам. Короче, Киркомор. Наша цель сейчас Киркомор. А вдруг эти варвары побегут за нами, а? Да они ж не знают, где мы. Пускай в лагере забирают всю древесину. Я еще пофиг на самом-то деле. А наши бойцы, пускай пока взрослеют, больше времени находятся в Легионе. Забыл. Забыл момент. Совсем забыл, что несколько бойцов застряло тут. Но оказывается, они сами смогли выбраться. Давайте выйдем отсюда. Расставим офицеров. Посмотрим, чтобы никто на базе не застрял. И только после этого можно будет выдвигаться. Так, бойцы. Все построились. Стойте, ждите. Я посмотрю, чтобы никого мы не застряли. Мы своих не должны оставлять на растерзание варварам. Это будет просто некрасиво с нашей стороны. Все. Никого не оставили, ни про кого не забыли. Можно этот лагерь оставлять. Бойцы. На марш. Все. Мы выступаем. Бравые легионеры. Когда достигнем точки, я посмотрю, кого из вас можно повысить. И будем смотреть. Плюс, когда они стоят в построении, видно, наконец-таки, кто из них какого звания. И можно их отличать, и можно их повышать. Допустим, вот это оптио. Вот это центурион. И так далее. У центуриона пербендикулярно, у того параллельно. Короче, как-то эти отличаются. Короче, у этого в шире, а у этого в длину. Хохолок. Не знаю, как правильно называется. Эти перья. Это украшение на голове. В общем, двигаем в новую деревню. Максимально быстро. Не будем останавливаться на карте, пока этого сборища не видно. И интересно, откуда они пришли. Похоже, заранее нам не показывают этот отряд, да? Он будет отображен, когда близко подберется к лагерю. Тогда мы сможем увидеть его. Ну жесть, ну жесть. Вообще, не стоило и в первый раз реагировать. Но я думал, это будет такой местечковый отряд, как в прошлый раз. На нас напало, да, варваров, человек 20. А тут их было человек 50-60, может быть. Да, римляне, конечно, сильнее. Но не настолько, не в несколько раз. Особенно, когда маленькая армия совсем. А варвары совершенно отчаянные. Наели своих грибов каких-то, блин, отваров напились. Друидских. Их и вообще не соображают ничего. Гребаные берсерки. Хотя берсерков же не было, наверное, в Британии, да? Но, ну ладно. Это больше скандинавские. Ребята. Пошли. Хотя были, ну, типа, когда варвары совершали набеги на Англию. Наверняка там и берсерки были. О, смотрите-ка, какая движуха. У них тоже отряд. Стоп, а, 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 что-то какая-то подстава. Насколько он большой? Так, бойцы, стойте. Насколько отряд большой? Но он не такой уж большой в этот раз. Так, ладно, бойцы. Приготовиться к битве и в бой. Этот отряд мы точно должны расколоть. Даже по внешнему виду. Видно, что они не сильно экипированы. Эти гораздо слабее. Плюс нескольких я уже выщелкнул, можно сказать. Так, дайте в кого-нибудь пилом брошу. Вот этот здоровяк заслуживает пилома. Ты, на. Все, теперь можно и самому подраться. Хорошо, порубили. Отлично, молодец, хорошо сражаешься. Жесть, жесть, жесть. Они что, своих же рубят? Важди, варвары в доспехах? Варвары в доспехах? Это какое-то безобразие. Я ж чашку уронил. Жесть. Секунду, друзья. Вытер пол, короче. В общем, друзья, мы смогли этот отряд вражеский победить. Какие у нас потери? А знаете, всего лишь три человека мы потеряли. Этот отряд был и правда в разы слабее. Так, бойцы, молодцы. Теперь, я думаю, в деревне сопротивления не осталось. И мы можем туда, ну, спокойно, как победители, на коне влететь. Я думаю, здорово. Коней, конечно, не хватает. Были бы у нас всадники. Пробивать вражеские ряды было бы значительно проще. Ой, так у них осталось тут тоже войско. Элки-то, палки-то. Войско есть. А у меня стрел не осталось. Блин, я не знаю, мужики, нам надо это или не надо? Нам это надо! Поехали! Мы римляне или не римляне все-таки? У них еще кольчуга начинает появляться у врагов. Куда идешь? Я тебя заторможу. Стой! Хорошо, башка отлетает. Здоровые, блин, варвары. Ааа, рубим всех подряд просто. Главное порубить. Даже если я немного демоджа внесу кому-нибудь в спину, это уже неплохо. Ес! Так, 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 так. Кто еще остался? Есть. Есть еще один. Не толкаете, меня мои же толкают, блин. Чуваки, чего ж вы толкаетесь-то? Я ж вам помогаю. А вон полководцы стоят в стороне, смотрите. С аквилой чувак стоит, со штандартом. Центурион стоит в стороне. Так, ну вроде бы справились. А что вы стоите? Я не понимаю. Я понимаю, что вам, типа, нужен отдельный приказ какой-то или что? Отдельное приглашение у чела кольчуга. Его прямо сложно пробить. Так, ну что, деревня порабощена. Может быть, вы отместку всех в рабство угнать? Ладно, в любом случае мы залутаем эту деревню. 12 голды получим неплохо. Популяцию мы половину в рабство отдаем. Ну и налоги половина тоже. Нормально! Еще один город принадлежит нам. Че, отправимся тогда в Инвернферн? 23 человека. Нам бы ряды пополнить. Нам бы ряды пополнить. Нам бы новый лагерь разбить, наверное, где-то тут. А после этого уже можно думать о пополнении рядов. Повысим кого можно повысить. Деньги, в принципе, позволяют. Снабдим броней, экипировкой какой-нибудь новой. А дальше посмотрим. Так. Релокейт. Камп. Стоп, что? Релокейт. Так просто сделать нельзя. Надо дома находиться. Я думал, можно прямо в любой момент взять и поставить новое место, новый лагерь. Надо старый сначала отменить. Только после этого можно новый ставить. Это досадно! Но, похоже, нам придется вернуться домой. Может быть, даже отряд варваров не нападет на нас? Вроде пока все тихо и спокойно. Ладно, бойцы, нам надо возвращаться. Там пополним наши ряды. И отправимся дальше смотреть, исследовать территории. Вип-конвой. Ну, конвои, видите, они очень далеко гуляют. Я бы один из конвоев бы с удовольствием бы забрал бы себе. Но они очень далеко. А, это можно переназначить стоп-лут. Half. Half. Все. Больше я ничего менять не буду в лагере. Я, похоже, половину сперва отправил в рабство или четверть, а потом половину еще от половины. Короче, такие дела. Ну, мы зарабатываем 396 серебра, 1115 динарий в день. И два золота в принц. А, не, 396, да. Динариев и ауреев 2 в день. В принципе, неплохие цифры, но хотелось бы больше. Хотелось бы больше, но для этого надо больше сражаться. Три офицера, 20 солдат. Бойцы, бойцы. Что-то вы иногда прямо расстраиваете меня. Первый отряд варваров нас потрепал. Так, довольно основательно, да. Многих закоцал, а уже гарнизон этой деревни, он уже нас добил. Довольно сильно. Но я просто надеюсь на то, что не будет вторжения варваров. Что мы смогли изменить историю и предотвратить его. Нас не было на месте в нужное время, и поэтому они не видели смысла нападать. Ну, типа, а зачем? А что они из этого выиграют? А что они из этого получат? Да, все спокойно, все тихо. Надо быстро максимально действовать. Будем просто убегать. Даже если они придут, нам придется трусливо бежать. Ну, а что делать? Иначе не выжить. Построим всех и понаблюдаем. Но, по крайней мере, деревни, которые нам принадлежат, их уже шесть, между прочим. И те не стремятся их отвоевывать. Видимо, копят войска для каких-то целей. Так, ну все, можно будет новых бойцов нанять. Но для этого нужно дома находиться. А как релокейт сделать? Я что-то не совсем понимаю. Наш легион все еще движется очень долго. Я его даже не вижу. Ладно. А что 38 максимум? 39 можно было бы. Можно же было всегда. Ну, вот они тут. Бездельники. Никого нет? Ну, на карте не видно вражеских отрядов. Это радует. А как перенести лагерь? Я что-то не понимаю. Возможно, нужно дисбант сделать. А после этого только можно перенести лагерь. Либо все разобрать здесь. Убрать. Наверное, нужно убрать этот. Да. Отменить. Штандарт. Флаг. Но пока делать это я не буду. Пока весь отряд не соберется. Я уж думал, они там сражаться начали. Вы что там это удумали? Нафиг вы заходили вообще в эту деревню? Зачем вы туда заходили? Опять хотите разграбить? Я буду наказывать. Не надо. Мы должны выглядеть хорошо в глазах варваров. Не надо бесчинством заниматься. Мы благородные римляне. Мы не должны этого делать. Так, ну все. Все дома практически. Давайте уже быстрее шевелите своими ногами римскими, а? Разве вы не хотите завоевать еще парочку деревень? Давайте, давайте, давайте. Все. Пробуем дисбант. Все будут у нас солдатами. Все 35 человек. Нет позиций. Надо будет кого-то повысить. Возможно, мы офицера. Хотя офицеры есть. Оптёва второй центурии не хватает. Сигнифайера. Корнецена. И, конечно же, центуриона. Тут также у нас будет префектус кастрорум. Примус пилус. Иммагнифайер. Аквалайфер. Все такое. Так, с... Во, когда они все тут, можно релокейт сделать. Все, релокейт лагеря. Бойцы. Все. Все тут. Уходим. Уходим. Пока никого нет, но мы уходим. Возможно, мы сюда еще когда-то вернемся. Так, построитесь. Попробую кого-нибудь из вас, это, повысить. Посмотрим, подожди, получится ли это сделать. Так, ветеран. Ты у нас так повышен. Это оптио. Так, это у нас, в принципе, сформированная центурия. Нам не хватает тут одного оптио. В этой банде. Судя по всему. Смотрите. А, я не могу здесь вообще менеджер... Менедженством заниматься, потому что у нас нет территории. Блин, хотел повысить. Ну, хотя бы броньку докуплю кому-нибудь, по возможности. Хотя бы первые центурии. Хотя у нас тут и так уже почти все хорошо экипированы. Плейт, давай. Плейт. Плейт. Деньги есть еще? Есть. Хорошо. И тут надо кого-нибудь улучшить. Так, много в пластинах уже бойцов в плейтах. Деньги закончились. Ребят, все, давайте мы, короче, шуруем отсюда. Все за мной. Но, в любом случае... В любом случае. Старые бойцы, они молодцы. Нам нужно срочно дойти до нового места и организовать лагерь где-то возле Киркомора. Там, хотя мы, в принципе, будем возле Долбрека в итоге. Возле крупного города. Не знаю, насколько это хорошо. Или плохо. Но, в любом случае, надо что-то предпринимать, друзья. Надо что-то предпринимать. Многих бойцов потеряли в этом сражении. Я думал, ну, не такими большими потерями мы справимся. После встречи с войском. А в итоге, опять же, опытных ветеранов у нас практически не осталось. Это, конечно, досадно. Ну, ладно. На этом мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Я сейчас сделаю тут временный лагерь. Просто, чтобы можно было сохраниться. Вот. И продолжим в следующий раз. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи, пока. Счастья вам, друзья. Берегите себя. Пока.